В Айхале Мирненского района молодежь поддержала возрожденное движение ГТО. Первыми среди желающих проверить свои физические силы оказались школьники. Передают коллеги из Алмазного края. Айхальские школьники доказывают свою готовность к труду и обороне. Ребята сдают 8 дисциплин, 4 обязательные и 4 на выбор. К борьбе за заветные значки ГТО школьники готовились заранее. Судьи – независимые эксперты. На золотой значок нужно обязательно 8 видов. Поэтому к 4 обязательным добавляют еще 4 по выбору. Для серебра это достаточно 7, а для бронзы достаточно 6. То есть к 4 обязательным добавляют еще 2 по выбору. Желающих прыгнуть в длину, подтянуться на перекладине или покачать пресс пришло более 100 человек. Дополнительные очки при поступлении в высшие и средние учебные заведения не помешают. Воспользоваться этой возможностью попытаются и айхальские школьники. В спортзале работают на максимальный результат. Престижно заниматься спортом. Это очень красиво. И нужно уделять как можно больше времени себе и выглядеть соответственно тому, что вы хотите. В первую очередь проверяешь свои силы, смотришь на других, мотивируешь себя и остальных. В поселке планируют открыть центр тестирования ГТО. Создать нормативы смогут все желающие. Оксана Мезенцева, Евгений Шаповалов, телеканал «Алмазный край».